Мы знаем, что на херсонском направлении у врага нет совершенно никаких успехов. И что делают агрессоры? Конечно же, срывают зло на мирном, ни в чем не повинном украинском народе. Геноцид украинского народа продолжается, в частности, на херсонском направлении. И вот что сейчас происходит в этом регионе, мы обсудим с Александром Толоконниковым, главой пресс-офиса Херсонской областной военной администрации. Александр, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас видеть. Приветствуем. Мы предлагаем, знаете, начать с первого базового вопроса, после этого уже будем говорить детальнее. Охарактеризуйте, пожалуйста, что происходило в Херсоне, в Херсонской области сегодня ночью и вот в прошедшие дни. Какова ситуация в целом? Ну, за минувшие сутки было 4 пострадавших впоследствии отстрелов. Это двое, две семейные пары, одна из Ольгевки, одна из Никольского. К этим людям приобретели снаряды с левого берега российские, и они получили ранения. Счастью, не тяжелые ранения, поэтому на вызов приехавшая скорая на месте их осмотрели. И всю необходимую помощь предоставили. Они от госпитализации отказались. Там была контузия, поверхностные ранения осколками. В общем, более или менее. Но уже после полуночи россияне массированным огнем здесь у нас в Херсоне накрыли и центр, и корабельный район, и Провский район. Сначала было попадание в 9-этажный дом. И там было загорание с 1 по 4 этаж. Там людей было достаточное количество. К счастью, тяжелых ранений никто не получил. Но 7 человек получили ситуативно-невматическую реакцию. Ампулатурно получили на месте тоже помощь. И плюс еще одна маломобильная женщина была отправлена в больницу. Тоже после этого обстрела. Также чуть позже был тоже обстрелян еще один дом в прибрежной зоне Херсона. Там, к сожалению, одна женщина погибла. Еще и ее муж получил контузию. Был оставлен на месте женщину. К сожалению, убили русские. Еще одна женщина в другом районе Херсона тоже под обстрел попала. 93 года женщина и бабушка была отправлена тоже в больницу с ранениями средней степени тяжести. Такая у нас ночь была. Ну да, к сожалению, этим не ограничиваются многочисленные военные преступления, которые совершают российские оккупанты. Среди прочего есть еще и такое преступление, как попытка индоктринации, или даже индоктринация молодых украинцев. Это происходит на Херсонщине. В частности, появилось сообщение о создании оккупантами так называемых школ молодого избирателя. Цель это промыть головы украинцам, молодым украинцам, в преддверии того, что в России называют президентскими выборами. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, на Левом берегу постоянно идет работа по паспортизации с их стороны. Ну и сейчас активизировались тоже ФСБшники и продолжают и работу по выявлению о правовременности настроенных людей, о работе, в том числе и с детьми. Вот из последнего, что приходила информация в Каланчаке, работники этого ведомства российского, прямо в среде, вломились в церковь, грубо говоря, во время мессы и разделили людей, наверное, уже как спот на взрослых детей, отдельно заводили помещения, проводили дознания, забирали телефоны, смотрели. То есть они уже, ничего святого у них в принципе не было после обстрелов церквей. Ну, там они продолжают расшмарить население. Паспортизация тоже у них это приоритет номер один, потому как это, в принципе, участие в выборах, ну и участились от людей, забирают в пыточные, там бьют, убивают из них какие-то показания, потом возвращают. Также есть случаи, когда и не возвращают, и не знают, что есть с их родственниками. Ну, как бы у них это приоритетная задача, зомбировать, прежде всего, детей, потому что у детей, в принципе, если еще молодая, слабая психика, они более поддаются к этим, их сказкам больше, может быть, верят в силу, в принципе, юности. Но, к сожалению, это так, для них это важно. Александр, спасибо вам большое. Вы знаете, вы сказали ключевую фразу, действительно, что у оккупантов, агрессоров нет ничего святого. Мы продолжаем верить и знаем, что вооруженные силы Украины сделают свое дело не на 100, а на 101 процент, и все временно оккупированные территории обязательно вернутся домой. Александр Толоконников, глава пресс-оферса Херсонской областной военной администрации, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Большое спасибо. Продолжение следует...